Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о том, с какими проблемами сталкиваются майнеры с наступлением лета, о том, как можно их решить и почему иммерционное охлаждение является одним из самых лучших способов решения любых проблем майнеров. Ежегодно с наступлением лета майнеры сталкиваются с одними и теми же проблемами, которые связаны с перебоями в работе их осик-устройств. И это несмотря на то, что они тратят так много сил и средств на подготовку воздуха и его охлаждение. Почему же так происходит? Причина кроется в самом теплоносителе. Воздух – один из самых распространенных и столь же неэффективных теплоносителей для охлаждения электронных вычислительных устройств. Вообще, любая система охлаждения должна выполнять четыре основные функции. Во-первых, отведение излишков тепла от работающего оборудования. Во-вторых, удаление его из помещения. В-третьих, подготовка и обеспыливание воздуха. И в-четвертых, мониторинг самой системы, в данном случае фермы. В качестве примера рассмотрим одну из самых популярных моделей ASIC – Antminer S9. Она обладает следующими характеристиками. Мощность блока питания – 1400 Вт. Диапазон рабочих температур от 0 до 40 градусов Цельсия. Производительность кулера – 338 кубометров в час. Вообще, любое подобное вычислительное оборудование обладает тепловой мощностью. Для самого простого понимания, ее берут один к одному к потребляемой электрической. Таким образом, от нашего ASIC'а нужно отводить 1400 Вт тепла. В противном случае, ASIC начнет перегреваться, нагревать окружающее помещение, простаивать и впоследствии даже выходить из строя. Для отведения тепла от сотни работающих ASIC нужно проектировать систему охлаждения на 150 кВт. Вы только представьте эту мощь. Каждый час она перекачивает почти 34 тысячи кубических метров воздуха. И при этом любая неправильно спроектированная система автоматически приведет к серьезным неприятностям с вашим оборудованием. А именно, падению рабочей частоты, перегреву и отключению, падению производительности от 5 до 20%. Попаданию мусора и мелких насекомых, возникновению простоя и, в конце концов, выходу оборудования из строя. Например, кажется, что зимой ASIC'и охлаждать проще, поскольку температура все время колеблется на уровнях чуть выше или ниже нуля. Однако, на самом деле, неизвестно, как поведет себя оборудование при отрицательных температурах. Возможно, выпадение конденсата, губительного для микроэлектронных компонентов. Поэтому зимой воздух скорее нужно подогревать. Летом все гораздо сложнее. При температуре окружающего воздуха в 40 градусов Цельсия производительность оборудования падает минимум на 5%. Как только она повышается до 45 градусов Цельсия, производительность падает уже на 10%. Если зимой такой температурный режим практически недостижим, то летом при температуре воздуха 25-30 градусов Цельсия он становится нормой. Как следствие, повышается температура приточного воздуха и перегрев, соответственно, и простой оборудования. Одной из альтернатив воздушному охлаждению является иммерсионное. При таком способе охлаждения оборудование полностью погружается в диэлектрическую жидкость-теплоноситель. И если раньше о таком способе охлаждения говорили только как о применимом в промышленных масштабах, то теперь оно стало доступно и мелким майнерам. В первую очередь возникает вопрос о стоимости. Не будет ли такая система дороже аналога на воздушном охлаждении? На самом деле расчеты показывают, что она, если и не сильно дешевле, то, по крайней мере, сопоставима с аналогичными системами на воздухе. Итак, при сопоставимой стоимости по сравнению с системами на воздушном охлаждении вы дополнительно можете получить возможность разгона любого майнинга оборудования вплоть до 40%. Это возможно благодаря тому, что оборудование полностью погружается в диэлектрическую жидкость и тепло равномерно отводится от всех частей оборудования, а не только от самых горячих, как при охлаждении на воздухе. Таким образом, оборудование стабильно термостатируется в ячейке, там поддерживается благоприятный микроклимат, оно дольше работает и может быть разогнано вплоть до 40%. Во-вторых, иммерсионное охлаждение стабильнее удерживает установки от перегрева. Поскольку жидкость нагревается дольше, чем воздух, соответственно, больше времени уходит на нагрев устройств. На всякий случай предусмотрены автоматические системы защиты и датчики температуры. Соответственно, в любом случае автоматика может аварийно отключить ячейку, ванну или стойку целиком. Системы на иммерсионном охлаждении полностью исключают попадание пыли, мусора, грязи и мелких насекомых, что особенно актуально летом. Это возможно благодаря тому, что используется закрытая конструкция, в которой не фигурируют воздушные потоки. Таким образом, срок службы оборудования продлевается в 1,5-2 раза. Важным дополнением является то, что в иммерсионные ванны можно погружать как бывшее в употреблении, так и новое оборудование. И, кстати, наши расчеты, которые вы могли видеть в предыдущих роликах, показывают, что даже при нынешнем курсе биткоина, например, приобретать иммерсионные ванны гораздо выгоднее, чем новинки от того же Bitmain. Таким образом, преимущества иммерсионной системы охлаждения очевидны. С ней вы можете забыть о падении частот, попадании мусора и пыли, замене расходников, простое и поломках, а получить бесперебойную стабильную работу, возможность разгона, ускорение окупаемости и даже экономию на персонале. Ваши мысли по поводу иммерсионной системы охлаждения оставляйте в комментариях. Также пишите, если вам есть что добавить или с чем вы были не согласны. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.